Добрый день, коллеги. Ключевыми участниками системы выделяются следующие две большие группы. Это, собственно, так называемые зарегистрированные участники. То есть это участники финансового рынка, это кредитные финансовые организации, страховые платежные системы и прочие участники. То есть это те участники, для которых Финсерт либо предоставляет сервисы, либо чьи сервисы Финсерт использует. Ключевой функцией Финсерта, одной из ключевых функций является реагирование на некие события, которые происходят у участников, либо происходят в информационном пространстве, контролируемый Финсерт. Значит, вот те виды событий, которые запускают ответные реакции, расследования и другие мероприятия в рамках Финсерта. Есть четыре больших группы прикладных процессов, которые будут поддерживаться создаваемой платформой Ассои Финсерт. Значит, первый это, собственно говоря, фронтальный процесс, который обеспечивает взаимодействие с участниками. Для этого используется портальная технология, которая, по сути, является фреймворком для всех остальных функций, сервисов и процессной модели функционирования Финсерта. Появился автоматизированный блок мониторинга информационных ресурсов. То есть цель этого блока состоит в следующем. Много чего интересного происходит в Даркнете, много чего интересного происходит в электронных медиа. И, в принципе, эта информация является весьма полезной и своевременной для предотвращения либо расследования каких-то инцидентов, либо понимания намерений тех или иных групп, субъектов для выполнения каких-то противоправных действий. Собственно, следующий это ключевой блок. Это процедуры реагирования на те события, о которых было указано на предыдущих слайдах. Ну и, собственно, дальше блок отчетности. Ключевые показатели назначения Финсерта. Они разделены, как Артем Горьевич сказал, на две очереди. Система автоматизирована предполагает круглосуточный режим работы 24 на 7,365. Показатель назначения по количеству принятых информационных сообщений участников в первую очередь до тысячи в сутки, в вторую очередь 10 тысяч в сутки. Пиковые значения, соответственно, в первую очередь 250 тысяч, вторая – 2,5 тысячи. Количество одновременных сессий пользователей. То есть это количество участников, которые в онлайне могут параллельно работать через свои личные кабинеты системой. В качестве базового показателя значения в первую очередь взято тысячи. Соответственно, не менее 4 тысячи – это вторая очередь Финсерта. Есть некие ограничения по объему трафика принимаемого. То есть здесь речь идет о той информации, которая может быть ассоциирована с сообщениями участников, передаваемыми в Финсерт. В частности, зараженные образы, элементы, снятые со спана и так далее. Образы дисков. Показательные значения в первую очередь они поменьше, показательные значения в вторую очередь, соответственно, больше. То есть которые позволяют большим количеством участников эффективно взаимодействовать. Укрупненный план реализации. То есть сейчас идет фаза узконаладочных работ, тестирований, тестирование, скажем так, базовой платформы, тестирование отдельных прикладных сервисов, тестирование функционально отдельных элементов и так далее. Сейчас мы в этом процессе находимся. Дальше ориентировочно апрель у нас по плану опытная эксплуатация, где мы подключаем некоторое количество организаций для того, чтобы именно отработать уже вживую реальные ситуации, реальные кейсы, наработать практику функционирования именно в таком онлайн режиме. Ну и дальше летом это, собственно говоря, массовое подключение организаций. Под организацией мы здесь подразумеваем не только банки, но, собственно говоря, и все те участники, которые являются поднадзорными по отношению к Банку России. То есть это и платежные элементы, это страховой бизнес и так далее. И параллельно идут мероприятия по второй очереди. В итоге целевой показатель это к концу 2018 года выйти на полноценное функционирование системы с целевым показателем значения. Немножко о построении, собственно говоря, финсерта. Базовые принципы, которые закладывались при создании системы. Во-первых, когда система задумывалась, в принципе, стояла для нас, как для безопасников, достаточно странная задача. Обычно мы как-то, Банк России, это, в общем, система, которая фигурирует информацией ограниченного доступа, защищаем ее и так далее. То есть некий безопасный белый периметр. Значит, наша задача стояла в том, чтобы таким пилигранным образом встроить инфраструктуру финсерта, которая содержит именно вредоносную информацию, которая потенциально является опасной для, в том числе, информационных систем банка, гладко и защищенным образом встроить, вот это, как бы, инкапсулировать инфраструктуру банка. И при этом обеспечить возможность работы экспертов финсерта с данной информацией и своевременное реагирование. Ну, собственно, основные принципы понятны. То есть единство аппаратной платформы, множественность источников информации, которые используются, источников экспертных знаний, которые используются для обеспечения функционирования финсерта и принятия экспертных решений. Значит, введение единых аналитических баз, ну и как бы обеспечение именно оперативного взаимодействия, потому что в текущем виде с 2015 года финсерт работает в режиме обмена, значит, по электронной почте. То есть эти процессы, по сути, они работают, но вот сейчас задача стоит в том, чтобы это существенно ускорить и сделать это живым онлайн, как бы, взаимодействием, эффективным для обеих сторон. Ну, такая некая укропненная функциональная структура. По сути, два контура системы. То есть первый контур, контур безопасности интернета, это, собственно, тот контур, где содержатся, находятся как бы там все фронтальные системы финсерта, там же находится хранилище всей той вредоносной, вот этой, всех этих вредоносных вещей, которые, значит, являются объектами исследования, объектами, значит, оценки их поведения, влияния и так далее. Ну и контур безопасности самой системы, где работают эксперты, это, собственно говоря, та самая белая зона, которая отделена от, значит, зоны фронтальной контрабезопасности интернета. Значит, состав функциональных систем, ну, как бы там и читать не будут, в общем, тут все понятно. То есть фронталка, значит, сервисы, которые реализуют ключевые бизнес-процессы, компоненты взаимодействия с госсопкой, собственно, аналитические подсистемы, аналитические базы, в которых хранится информация, которая получается из различных источников, ну, и сниже интегрирована там под систему исследований вредоносного куда-то там и так далее. Инфраструктура, ну, в общем, она достаточно классическая, значит, есть средства, которые обеспечивают безопасность на сетевом уровне, безопасность на уровне, как бы, хостов, есть подсистемы хранения информации, резервирования и так далее. Это, в общем, достаточно классические вещи. В данном слайде представлены ключевые продукты, которые использованы были при построении финсерт. В начале проекта проводился достаточно детальный анализ того, что есть на рынке, на широком рынке для построения подобных систем. Анализировались как иностранные платформы, анализировались российские платформы, ну, и в итоге было принято решение о том, что настолько это глубоко кастомная задача, но в том плане, что нет ничего такого готового, что можно прям взять и, как сказать, вот оно счастье. Вот. Потому была выбрана одна из ведущих как бы компаний разработчиков средств защиты информации Российской Федерации, значит, Позитив Технологич, собственно, одна из пятерки достойных, как я говорю. Большинство продуктов, значит, уже давно существовало как бы на рынке, активно используется сообществом. Часть продуктов специализированным образом была компания разработана для реализации в рамках основы финсерт. Вот. И для них это, по сути, там, некая первая реинкарнация, инкарнация, точнее, там, да, первая инкарнация как бы там в продуктивной системе. Вот. Это, с одной стороны, создает для нас, как для интегратора, достаточно большую сложность. С другой стороны, это действительно интересный, увлекательный процесс, который позволяет построить именно то, что хочет заказчик, а не то, что предложил там, ну, я не знаю, какой-то, к примеру, иностранный вендор. Информационные источники, которые используются для работы финсерт. Ну, во-первых, это антивирусные движки. Значит, использовано решение, значит, Позитив Технологии Мультисканер, то есть это некий фреймворк, который позволяет использовать множество различных движков со своими аналитическими базами данных, таким образом проводить анализ того кода, тех паттернов, которые мы получаем, с использованием различных инструментов. Значит, также использовано решение Хонипод от Позитива. Используются внешние сервисы, которые предлагает Русерт, это вот Вирус Локал Пушок. Значит, репозитарий уязвимостей, то есть это аналитическая база, где хранятся данные, которые, ну, к примеру, предоставляют ВСТЭК России, НИС там, ОВАЛ и так далее. Это вот Positive Technologies Knowledge Base. Значит, для электронных, для анализа электронных медиа используется инструмент компании InfoWatch Крибром. Тоже достаточно интересный продукт. Фронтальное взаимодействие осуществляется по защищенному туннелю. Значит, подключение участников осуществляется с использованием обычного интернет-браузера, обеспечивается двусторонний ТЛС. Также идет автоматизированное взаимодействие с интернет-сообществом, то есть экспертными компаниями, тем же Касперским, к примеру, и так далее. Отдельный шлюз для взаимодействия с ГУСОПКОЙ, ну и отдельные каналы автоматизированного получения подписок. На сайте Банка России есть временный регламент обмена с участниками. Этот регламент будет сейчас активно дорабатываться, как уже было сказано, как в части форматов обмена, собственно говоря, сообщений, так и в плане технологического подключения. Задача стояла в том, чтобы минимизировать сложность для участников вхождения в систему. Достаточно такая объемная схема. Это раскладка решений продуктов по функциональным уровням функциональной подсистемы. Я детально комментировать не хочу, в принципе, материалы все будут у вас, но в общем можете посмотреть. То есть с той степени подробности, в которой мы готовы, наверное, вот так в паблик это сказать, ну вот информация здесь есть. В рамках второй очереди предполагается взаимодействие не только через портал, то есть человека-машинное взаимодействие, но и машинно-машинное взаимодействие. Значит, в чем идея состоит? То есть большинство организаций кредитно-финансовой сферы либо там других участников имеют свои системы, СИЭМ-системы, достаточно развитые, с настроенными правилами и так далее, которые вполне себе успешно могут выявлять инциденты и дальше как-то, в общем, с ними работать. Так вот, задача стоит в том, чтобы обеспечивать некий транспорт, который позволял бы уже вот эти инциденты, идентифицированные как, собственно, инцидент с дополнительной информацией на стороне участника передавать финсерт для реагирования, отработки и, собственно говоря, помощи в разрешении этих инцидентов. Данная технология предполагает разработку специализированного шлюза, который, ну, по крайней мере, будет взаимодействовать с ведущими там СИЭМ-системами, ну, там, Арксайд, Курадар, собственно, Макс Патрал СИЭМ, вот из таких наиболее распространенных там в России, вот, ну, по крайней мере, тот объем, которым мы пока там ограничиваемся. Соответственно, данная технология позволит существенно увеличить оперативность реагирования, оперативных взаимодействий участника и, собственно говоря, финсерт в обе стороны. Ну, и, собственно говоря, в качестве вывода, какие же преимущества получают пользователи в новой, от взаимодействия с новой, как бы, системой такого реагирования там, да? Ну, первое, главное, это безопасное и доверенное взаимодействие. К сожалению, насколько я знаю, были инциденты, когда от имени финсерта рассылались некие недегитимные сообщения, в том числе, содержащие там вредоносный код, значит, ну, вот эта вещь совершенно там недопустимая, и поэтому одно из ключевых преимуществ это обеспечит именно доверенный канал, причем доверенный канал в обе стороны. Он предполагает как наличие шифрования в этом канале, так и в дальнейшем возможность подписания с помощью там электронной подписи тех сообщений, которые идут в обе стороны. Второе, как бы, второе преимущество, собственно говоря, оперативность получения. То есть, если финсерт не будет онлайновым, то есть он не будет решать задачи тогда, когда проблемы, тогда, когда не случается на стороне участника, в общем, такая система, она мало будет эффективна. То есть, оперативность – это, как бы, там, второе ключевое перемущество, на достижение которого направлен был проект. Эксперты финсерт должны работать с актуальной информацией, в том числе иметь возможность ретроспективного анализа. То есть, вся база, накопленная с 2015 года вот в таком, ну, как бы, там, в ручном режиме, используя электронной почты и так далее, автоматически будет сконвертировано в новую систему и доступна будет для экспертов Панка России. Ну, следующее, там, одно из ключевых преимуществ – это упрощение, максимальное упрощение взаимодействия сторон, собственно, что способствует оперативности и, как бы, комфортности вхождения в эту систему. Вот. Ну, и, как бы, там, круглосуточный режим функционирования должен обеспечить заданные показательные значения системы. Собственно говоря, у меня все. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова